МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные события этого дня прямо сейчас в Центре новостей в студии Марина Чернышева. Добрый вечер. Перевозка удобрений и использование возможностей международного транспортного коридора, север-юг, прямое авиасообщение, Астрахань, Минск. Эти темы стали ключевыми встречи губернатора и представителей Республики Беларусь. К слову, это ответный визит. Астраханская делегация во главе с Игорем Бабушкиным в конце прошлого года посетила республику. Все подробности у Анары Едигеевой. Два дня, которые делегация Республики Беларусь провела в Астраханской области, была насыщенной. Партнеры из соседней страны и сферы транспорта, логистики, промышленности и бизнеса ознакомились с возможностями региона. Среди них работа агропромышленного комплекса и использование астраханских портов для транспортировки белорусских товаров в Иран и Индию. Мощность наших портов 16,5 миллионов тонн. Сегодня проводится активная работа по наращиванию объемов дно углублений в Волгокаспийском канале. Сегодня у нас отлажены устойчивые связи с прикаспийскими государствами. Сегодня в мире разорваны логистические цепочки традиционные для нас, для вас. Поэтому мы вынуждены искать новое направление. У нас есть уже подвижки по отдельным видам грузов. Мы деревообработку сегодня везем через астраханские порты. В текущем году планируем нарастить по мощностям. Это ответный визит. В декабре прошлого года делегация нашего региона во главе с губернатором Игорем Бабушкиным побывала в Беларуси. Результат – соглашение о сотрудничестве. Сегодня достигнуты были взаимопонимания в сфере экспорта и импорта, сельхозпродукции, техники лифтов. Через астраханские порты в среднем в год транспортируют свыше 9 тысяч тонн груза, бумаги, соды, химикатов, свыше 190 тысяч тонн дерева. Дальнейшему росту будет способствовать запуск контейнерных перевозок в регионе. Белорусская сторона заинтересована в транспорте калийных удобрений. С иранской стороной транспортировка по Каспийскому морю и транзит через Иран для доставки грузов во все страны Ближнего Востока, Азии. Грузы, которые предлагаются белорусской стороной, сегодня уже напрашиваются калийные удобрения, другие виды товаров. Мы как раз на этом примере должны уже реально провести достаточно большой объем грузов, посмотреть, какие есть тонкие места. На астраханских полях работает сельскохозяйственная техника белорусского производства. В июле этого года в регионе планируют запустить филиал Минского тракторного завода. Из шести регионов, которые закреплены за отделением посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфе, я вижу, что Астраханская область – это самая перспективная часть увеличения взаимного товарооборота. Большие возможности для двустороннего взаимодействия откроет запуск прямого авиарейса «Астрахань-Минск». Я вот сам прилетел сюда, я вот такой широкой реки никогда не видел, на такой реке никогда не было. Это действительно уникальное место, уникальные возможности. Здесь должны поработать туристы с нашей стороны и с вашей стороны. Азим вот такой очевидный и достоверный партнер по организации этого направления, поэтому нужно продолжить с ним. Я думаю, что другие авиакомпании тоже готовы будут присоединиться. Внимание было уделено и теме сохранения памяти героев Великой Отечественной войны, в частности, истории боевой славы 28-й Красной Армии. К 77-й годовщине Победы астраханская молодежь из числа юнормии и патриотических организаций поедет в Брестскую крепость. На заседании коллегии Министерства образования и науки Астраханской области одним из вопросов стало выступление ректоров АГАСУ и АГУ. Участники заседания коллегии Министерства заслушали выступление ректоров. Будет сформирована комиссия. Специалисты проработают все детали. Это поручение профильного министра Егора Угарова. До 1 апреля мы формируем эту комиссию, после которой она начнет уже работать. Мы коллег торопить не будем. Должны все эксперты, все специалисты по направлению проработать данные предложения. И соответствующее заключение комиссии будет обнародовано для дальнейшего обсуждения и принятия уже окончательного решения. На повестке коллегии вопросы реализации нацпроектов образования и демографии. В регионе были открыты 23 центра «Точка роста». Создан центр одаренных детей. Обновлена материально-техническая база в двух коррекционных школах. Модернизирована спортивная инфраструктура в девяти сельских школах. В рамках национальных проектов также обновляется система среднего профессионального образования. Организации получают оснащение высокотехнологичными мастерскими для того, чтобы студенты могли лучше освоить новые профессии. В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в прошлом году было создано восемь таких мастерских. До конца этого года планируется создать и оборудовать еще 12 мастерских в пяти образовательных учреждениях. Стабила платформа, баланс-мастер и перчатка «Аника» – все это новейшее оборудование, на котором теперь проходят реабилитацию пациенты городской больницы имени Кирова. Те, кто перенес инсульт, инфаркт, а также те, у кого выявили патологию опорно-двигательного аппарата. Медтехнику поставили в больницу по нацпроекту здравоохранения. Подробнее расскажет Анара Едигеева. Наклоны в тренажере создают эффект полета на параплане. Плотно зафиксированные ноги пациента помогают удержать равновесие. Сигналы аппарат принимают через датчики. Это оборудование «Баланс-мастер». Его применяют для реабилитации двигательных навыков у пациентов после инсульта, инфаркта. Абдрахману Балкилову диагноз «Ишемический инсульт» поставили около двух недель назад. С последствиями болезни борется с первых дней. Результат реабилитации более чем реален. Медтехнику отделения медицинской реабилитации Кировской городской больницы приобрели по нацпроекту здравоохранения. Восстанавливают мышечную память на баланс-мастере путем мягкой реабилитации, диагностика и только потом тренировка. Все действия отображаются на мониторе. «Начинается процедура с диагностики на аппарате и в зависимости от состояния и уже продолжения лечения идет в реабильность по времени от 5 до 30 минут». Реабилитацию, как и при любой болезни, начинать чем раньше, тем лучше. Ежегодно восстановление в Кировской больнице проходит до 2,5 тысяч человек. После ковидный период количество пациентов увеличилось. Аппараты с биологической обратной связью, то есть датчиками управления, повышают эффективность процедур. Аппараты с биологической обратной связью помогают восстановителям лечения, помогают восстановиться больным после перенесенного остро нарушения мозгового кровообращения и вернуться к своей жизни. Ловители подбрасывают шарики в специальные перчатки пациенту гораздо легче, чем без них. Занятия разгружают нервно-мышечную систему. Многократные повторения восстанавливают мелкую моторику и функции организма. Еще одна новинка – стабилометрическая платформа. В игровом формате проводят мониторинг двигательной активности. Применяют и в ортопедии, и в неврологии. На стабилой платформе пациенты восстанавливаются. Они видят свои отклонения, могут контролировать движение своим телом, и это помогает им восстановление нарушенного равновесия. Улучшается равновесие, уменьшается головокружение, восстанавливаются движения в конечностях, увеличивается мышечная сила в конечностях. Лечебно-физкультурная диагностика, кинезиотерапевтический массаж. Городская больница имени Кирова – одна из немногих в городе, где используют новейшие методы лечения и аппараты. Они рассчитаны и на восстановление пациентов с ДЦП, параличом при патологиях опорно-двигательного аппарата. Пройти мягкую реабилитацию все астраханцы могут по направлению от врача. Анар Едигеева, Александр Арзамасов, Центр новостей. Многоквартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне Бабаевского готов на 80%. Ход строительства лично проинспектировал глава региона Игорь Бабушкин. Дом рассчитан на 192 квартиры. Сейчас на объекте работают 112 человек. Строители приступили к внутренней отделке квартир, лестничных пролетов и подъездов. Половине квартир уже установили межкомнатные двери, положили напольное покрытие, клеят обои. Рабочие начинают благоустраивать придомовую территорию, завезли грунт и выровняли участок возле дома. По плану строительство должны завершить в августе этого года. Однако подрядчики планируют сдать дом в эксплуатацию уже в мае. За счет строительства этого дома начинаем не просто выкупать для переселения, а расселять. Именно расселять. Поэтому следующая программа, которая у нас там на... С 17 по 20 год, на трехлетие следующий год. Сколько у нас? 600 туда попало человек? Там 608 домов, 212 тысяч квадратных метров. 608 домов, 212 тысяч квадратных метров. Мы формируем новую программу. Это на улице. И уже рассчитываем, что там удастся переселять, предлагая именно переселение в новое жилье. В Астрахани, в микрорайоне Бабаевского, строят спорткомплекс для детей. Спорткомплекс оборудуют в недостроенном здании при школе номер 28. Ранее там планировали открыть бассейн. В 90-е годы из-за технических сложностей объект заморозили. В прошлом году администрация Астрахани приняла решение открыть там современный спортивный комплекс. Сейчас подрядчики уже демонтировали обе чаши бассейнов. Сейчас строители возводят перекрытие. Посещать спортивные секции смогут не только ученики 28-й школы, но и из других образовательных учреждений города. Будут и технические помещения, помещение кабинета для тренеров, медпомещение тоже будет, и соответственно раздевалки. По контракту у нас до 2 декабря 2022 года, но попытаемся пораньше тоже закончить. В Астрахани на улице Бориса Алексеева устанавливают новые светофорные объекты. Одни на пересечении с улицы Куликова, а другие с улицы Софьи Перовской. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Светофоров на этих участках никогда не было. Специалисты уже установили светофоры, регулирующие пешеходное движение. После приступят к установке регуляторов, предназначенных для автомобилиста. После запуска оба светофорных объекта будут работать в трехфазном режиме. В общей сложности специалистам предстоит установить почти 40 различных светофоров-автоматов на этих двух участках. Благодаря БКД сегодня подрядчики завершают и ремонт проезжей части на улице Бориса Алексеева. Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств обсудили сегодня в колледже АГАСУ. На встрече в колледже жилищно-коммунального хозяйства принял участие депутат Госдома Ренат Аюпов. Каждый год в Астрахани проводят конкурс среди жителей многоквартирных домов на оформление придомовых площадок. Проект «Сами садик мы садили» существует более 9 лет. Участники проекта могут предложить идеи по озеленению территорий, дворов, улиц. Участники получили рекомендации специалистов по высадке растений, уходу за ними и соблюдению температурного режима. В прошлом году проект стал обладателем гранта регионального конкурса некоммерческих организаций. Многие годы проекту оказывают поддержку депутат Госдумы Ренат Аюпов. Парламентарий со своей командой участвует в субботниках вместе с жителями, благоустраивает площадки. Этот проект объединяет людей, не равнодушных к состоянию нашего города. Это те люди, которые делают вокруг себя красоту. Есть единомышленники, они встречаются, делятся опытом. Кто-то с саженцами, кто-то еще чем-то. Как это сделать, как лучше. И, соответственно, сейчас научно-практическая конференция будет рассказывать, как лучше оптимизировать какие-то процессы. Сотрудники Росгвардии в ближайшее воскресенье 27 марта отметят профессиональный праздник. В Доме офицеров Каспийской флотилии прошел торжественный прием с участием первых лиц региона. Губернатор Игорь Бабушкин поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником, а также отметил чрезвычайную важность Росгвардии в нынешнее время. Сотрудники регионального управления участвуют в спецоперации на Донбассе. Военнослужащие ведомства отправляются туда практически каждую неделю. По итогам встречи лучшие сотрудники управления получили награды ведомственного и областного уровней. Сегодня многие Росгвардейцы встречают свой профессиональный праздник на посту, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе на сопредельной территории Украины. Вы всегда находитесь на острие событий, часто вдали от близких, родных, поэтому сегодня важный день и для вас, и для них, хранящих тепло и уют надежного тыла, пока вы находитесь в длительных командировках. Этот праздник повод не только поблагодарить вас за вашу работу, но и отдать дань славным традициям подразделений Росгвардии. Достать бортовой самописец из затонувшего вертолета – задача для молодых робототехников. Сегодня в Астрахани стартовали соревнования на Кубок России по телеуправляемым подводным аппаратам. Чемпионат проходит в условиях, максимально приближенных к реальным. О легенде учений и практике для разработчиков расскажет Екатерина Колчина. Робот в воде – команда на старт. Как Гагарин в космосе, Диана Шотова – первый пилот девушка первой женской команды, первая стартует на соревнованиях. В основном зависит от меня, потому что если что-то пойдет не так, то я должна выкручиваться на месте, и если ошибусь я, то, соответственно, и ошибется вся команда. Победители прошлых соревнований – студенты из Москвы. В этом году ребята приехали уже в составе двух команд, одна из которых – женская, находка для робототехников. Очень приятно видеть, что молодежь, вы уже видите, что это и школьники старшие подключаются. Это говорит о том, что не все потеряно у нас. Инженеры росли, будут расти. И самое удивительное, что среди инженеров, которые занимаются подводной робототехникой, есть девчонки. То есть со своим складом ума там, по-видимому, есть что делать и слабому полу женскому. Соревнования по телеуправляемым подводным аппаратам проходят в Астрахани в пятый раз. 14 команд из Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга и Северодвинска презентуют робототехнику. Испытания новых подводных аппаратов проходят на базе корпоративного учебного центра компании «Лукойл». Условия максимально приближены к реальным. Мы очень рады, что в Астрахани такое соревновательное движение мощное развивается. Ну и бассейн, конечно, здесь замечательный. Вообще, по-моему, не имеет каких-то аналогов. Здесь и волнение могут моделировать, и спасательные операции, что тоже очень интересно, потому что соревнования есть легенда. Затопленный вертолёт, нужно найти бортовой самописец. То есть это уже как-то практикориентированные интересные задачи. «Лукойл» поддерживает молодых учёных. Разработки начинающих инженеров уже используют для работы на шельфе. В планах компании применение российской робототехники для разработки новых глубинных месторождений. Мы сегодня работаем на шельфе, и бывают моменты, когда необходимо использовать подобную робототехнику, чтобы какой-то осмотр провести, даже в тех труднодоступных для человека местах. И мы тоже иногда пользуемся даже вот этой техникой, которая представляется сегодня здесь. Роботы повышенной маневренности способны работать в ограниченном пространстве, на сложных рельефах, в тоннелях и в условиях подводных конструкций. Студенты Астраханского госуниверситета разработали свой аппарат за год. Главное его преимущество считают учёные управления во всех степенях свободы. Так поэтично о нём говорят разработчики. За счёт использования так называемой ветвины схемы расположения приводов у нас возникает возможность управления во всех степенях свободы. То есть мы можем практически любые движения совершать, в любую лотейку пролезть. Как отмечают организаторы соревнований, российские управляемые подводные аппараты ничем не уступают зарубежным аналогам. А в интеллекте уже на шаг впереди. Осталось усовершенствовать материально-техническую базу и довести роботов до промышленных образцов. Екатерина Колчина, Алексей Егупов, Центр новостей. Сегодня в стране отмечают День работника культуры. Губернатор Игорь Бабушкин поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в этой сфере. Торжественное награждение прошло в Астраханском театре оперы и балета. За успехи в профессиональной деятельности награды губернатора получили более 10 работников культуры. Благодарственные письма и почетные грамоты также вручили от областной думы, федерального и регионального министерств культуры. Игорь Бабушкин отметил, что в этом году втрое увеличено финансирование культуры Астраханской области. Региональный Минкульт запланировал масштабные события. В регионе пройдет второй международный фестиваль классической музыки и международный литературный фестиваль для детей и молодежи. Каждый день вы делаете все от вас зависящее, чтобы мир вокруг стал ярче и добрее. Чтобы каждый человек, приобщившийся к вашему творчеству, стал лучше. Мы это видим, ценим и благодарим вас за ваш труд. С праздником! То, что я отдала этой работе больше 40 лет, это моя жизнь. И, конечно же, я в свою очередь очень рада, что так сложилась моя судьба. Я благодарна своим родителям, которые мне в свою очередь не отговорили от этой специальности. Я думаю, что я приношу, стараюсь пригласить как можно больше радости людям, удовольствия и позитива в наше время. Грандиозное спортивное событие в эти минуты начинается в спорткомплексе «Звездный». В Астрахани впервые проходит турнир по боям ММА AMC Fight Nights. Именитые отечественные бойцы готовы показать свое мастерство перед местной публикой. За турниром следит наш корреспондент Артем Лепехин. Артем, добрый вечер. Какие ожидания от боев? Марина, ну ожидания самые, что у меня есть, оптимистичные. Здесь собрался битком, сейчас находится спорткомплекс «Звездный». Очень много людей. Вот как раз сейчас со мной заместитель министра физико-культуры и регионального спорта Александр Голобоков. Александр, расскажите, насколько вообще у нас вот это мероприятие, вот эти бои, насколько они, можно уже сейчас сказать, что грандиозный такой турнир. Большие бои, смешанный единобор с УСЭЛом вернулись в Астраханскую область. Сегодня большой спортивный праздник для астраханцев, для всего отечественного ММА. Fight Nights впервые в регионе. Мы надеемся, что не последний раз. Я думаю, это войдет в определенном образом в систему основу. Будем проводить турниры на территории региона. Уже выступил первый астраханский боец, и это наша первая победа. Спасибо, удачи, и будем надеяться, что зрительский интерес будет сегодня огромен, и в том числе бои пройдут очень даже замечательно сегодня. Это был Александр Голобоков, заместитель министра регионального физико-культуры и спорта Астраханской области. Да, как он успел заметить, уже состоялся один бой, и уже в первом раунде победу одержал наш астраханский боец. Здесь, конечно же, основной поединок ожидается чуть больше. В 20.00 встретятся Григорий Парномарев и Юсуп Шуаев. Эти, как их называют, два гиганта встретятся между собой на ринге и решат судьбу титула. Да, это был, спасибо. Решат судьбу титула, и поэтому, конечно же, всех в нетерпении этого поединка. Это, можно сказать, пиковое событие именно сегодняшнего всего мероприятия. Здесь очень громко звучит музыка, бои постепенно начинаются, состоялся первый бой. Постепенно собираются и люди, мы стали свидетелями, как возле спортом «Звездный». Собирались толпы в очередях за заветным билетиком. И вот сейчас, судя по всему, у нас начинается следующий поединок. Я повторюсь, их будет сегодня несколько, так что вечер ожидает быть длинным и захватывающим. Спасибо, Артем. На прямой связи со студией спорткомплекса «Звездный» был мой корреспондент Артем Лепехин. Поисковому движению в Астрахани 30 лет. Сегодня в Братском саду прошел митинг «Растим патриортов России». В Астраханской области действуют 62 поисковых отряда. В них входит более полутора тысяч человек. В прошлом году астраханские поисковики приняли участие в 17 экспедициях. Поиски останков солдат вели в Астраханской, Волгоградской, Калужской и Ростовской областях, а также в республиках Ингушетия и Крым. Поисковики обнаружили и с почестями захоронили около 400 воинов Красной армии. При них нашли 23 солдатских медальона и именных предметов. 22 июня в Камазяке захоронили бойца Красной армии Ивана Бочарникова. Он погиб в 41-м в Брянской области. Все это время астраханец считался без вести пропавшим. На митинге в память погибшим военнослужащим к Вечному огню возложили цветы и венки. Потому что мы ценим память погибшим, и мы за мир в этом мире. То есть тяжелая ситуация, и мы хотим поддержать. Очень мало осталось ветеранов, и очень жалко, что так получается. Наша организация уже 30 лет занимается этой работой, для того, чтобы наша молодежь знала историю. У нас очень хорошая история, история Великой России. Чтобы они помнили тех солдат, которые отдали жизнь за нас с вами. Чтобы они передавали эту память будущим поколениям. В консерватории торжественно открыли вахту памяти. Это ежегодная акция. Память погибших почтили ветераны войны труда, военные, казаки, юно-армейцы, волонтеры. Победы, поисковики, студенты и курсанты учебных заведений. Астраханская общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи совместно с консерваторией и другими учебными заведениями ведет работу по патриотическому воспитанию астраханской молодежи. Молодое поколение необходимо воспитывать. Постоянно должна вестись эта воспитательная работа. Патриотизм. Это знание своей истории. Не знаешь своей истории, дальше двигаться уже некуда будет. Поэтому в этом плане мы и своих студентов как-то привлекаем к этим событиям, к этому движению. И в то же время к нам приходят гости. На этом у меня все новости к этому часу. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Астрахань-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова